Дом Бучинский, Юрий, вице-премьер-министр, дом Волдом Виану, дома, житель, сообщество, что есть. Розыскать, что не дочим ничего, когда я устава еще, азов не и фата. Кума такая и сая еще? Да. О, ты. Розыскать, что вы хотите купить в саду, что вы хотите купить в саду? Да. Согласить с домом Прима, и саду, что он не вьет, не вьет, а за это. Согласит, что он не вьет, что он не вьет за три года. Молдов было? Нет. 10 минут. Время три. Ирина. Ты у тебя же уехал? Да, у меня уехал, что ты уехал, что уехал, что уехал, и уехал, уехал. Что ты как вы пришли? Я как-то ащтепши, а встеркши, а встеркши, а встеркши, а встеркши, а встеркши, а встеркши. Встань обозначу амбулацию. Да еще обозначу, а встеркши, а наиздек. Эй, крарп, тотуж, уму и волна, баруза. Скопажа б вас ей бобила, как бы не ездит, не факт. Что случилось, Фондарин? Что случилось? Я сейчас увидел и что? Булстрифов, Бычинский и этот вице-премьер-министр. И сказал, что кто сидит у меня с малой? Я говорю, мама. Он заберет ребенка, потому что я не слежу за ним. Кто заберет? Кто такой сказал? Вице-премьер-министр. Молдавана и Бычинский? Молдавана и Бычинский. И еще кто там был? И Шипов, Дмитрий Георгиевич? И председатель общества Слепых. Я показала им документы. Они даже не хотели посмотреть на эти документы. Сказали, что вы же хотите квартиру, вы ее не получите. Это все общество. Я ее не хочу. Пока решится вопрос. Говорит, так вопрос не решится. И ушли. Да. У меня его ругают. У меня уже тут, как вы объясняли. Но я не могу. Я жду как-то инвалиды. И это еще должно быть хорошо. Таться номер восемь. Кто-то инвалидует. Таться номер восемь. Та и вижу факт, как впервые. Нам кумажо еще три аплализаторы. Мама, мы не видим, что мы видим, что мы не видим. Наши машины вини. Та ну, не партик ее назад. Та ну, не партик ее назад. У вас в хоспитал? Низка, пусть ты оттавливаешь там? Нет. Нет. Они так решают вопросам людей. Они не умеют, что за министры. Вы видите сцену? Да, они увидели три вон. Но я не могу, но они были в этом месте, а сейчас я на протест. И я вижу, что они подошлись, и они подошли, что они подошли. Но когда они подошли? После того, что они подошли. Я подошли. И они подошли? Да, кто? Они. Они, которые... Я не могу сказать, что они были в университете. А теперь я не знаю, что они подошли. Ты председатель Буцинский, кто еще подошел? Я, который подошел, я увидел это, но кто-то не представляет. Я не знаю. А, так что я сошел? Я сошел и по этому я иду, опять, чтобы видеть. И люди болезни, даже если они не здоровы. Нужно что-то дожить, чтобы ты купил или что-то. И я, опять, сошел. Я и прошел. И я, опять, сошел. Я иду, и я и могу. Мы ходили покупать, покушать и позвонили Наталью, и она плакала, и мы быстро побежали сюда, и я его встретил, и Дмитрий Георгиевич отлился, и я встретил его на переходе. И что он сказал вам, что-то или нет? Поздравился? Он не ничего, он хотел отвернуться от меня, я спросил, почему Наташа плачет, по вашей причине? Он говорит, нет, не знаю, и пошел все дальше. Ну я туда прибежал, тут же скорая. Забрать нашу дочку можно в том случае, если бы они действительно решали свои вопросы, а мы бы пьянствовали и валялись бы по дорогам. А мы все эти годы сами воспитываем свою дочь, и они ничем нам не помогли. А дочка сейчас находится под чем-то... Сейчас дочка находится с бабушкой. Она не находится с посторонними людьми, она находится брошенной на дороге. Она находится с родным человеком, который всю жизнь и заботится о ней. Так что то, что они говорят, что они заберут ребенка, пусть они своих детей... Бабушка способна о ней заботиться? Конечно бабушка заботится, бабушка ее очень любит, и дедушка ее любит. Просто они не виноваты, что у них нет тех условий, чтобы предоставить этому ребенку. Они живут в том помещении, в котором у них есть. И как вы думаете, могут забрать? Я считаю, что мы никак не отдадим ребенка. Если они только попытаются, мы будем обращаться в различные государства, именно с тем, чтобы нас защитили. Мы будем обращаться, чтобы... Сейчас... Чтобы другие государства выступили в защиту этого больного ребенка. Потому что он имеет право на родителей, он имеет право на дедушку, на бабушку. И то, что они так говорят, это путь будет на их совести. Ну, Таша, давай завтра вызываем сюда ребенка. Пусть приходят, что-то на почке и забирают. Понимаешь? Будет, придут сюда на почке и забирают. Завтра вызываешь ребенку, будет приезжать мама с ребенком. И будет уже наше пятеро. Ну что, давление у нас или что? Давление подскочило, сто семь. Понизилось, да? Давление подскочило. А, сейчас понизилось, да? Сейчас, садуешь. Что сказали? Мне требуется интернезу испытал. У меня пропуск, да. Комсома интернезу. Вот, если требуется интернезу, да? Да, успуск. На моей дикой, да. Мы пусома из колески, он убил. А, трех назад? Да. А, трех назад? Да, надо делать. Правда, ты не делаешь? Нет. Это круто, да. Я не хочу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если захочет кто-то выйти с нами и говорить, чтобы была пресса, либо был адвокат. Потому что эти угрозы, что заберут ребенка, это угроза, они бы не сказали бы так, чтобы видеообщественно. Они пользуются тем, что никого нет, что они могут надавить, что могут просто, как сказать, душевно расстроить человека, и он плюнет, а кто и уйдет. Нет, этого не получится. Мы будем отказываться полностью от таких контактов. Не позвали вас сегодня никто, да? Нет, нас никто не позвал. Выходил премьер-министр Молдаван. И потом уже приходил, мне сказали, что приходил обратно Молдаван, приходили консильеры Бучинский Юрий, и приходил Дмитрий Гердич Слипат. Вот они пришли и довели мою супругу до очень тяжелого состояния, что сейчас слегка. А нам еще надо будет тут и находиться, и я хочу, чтобы моя семья сохранилась. Я вышел не для того, чтобы отправиться отсюда на кладбище, а я хочу, чтобы еще мой ребенок имел маму. Поэтому мы больше не пойдем ни найти контакт с ними без прессы, без адвоката. И супруга сказала, что если пойдет так дальше, то мы будем просить политического убежища в других странах. Именно как политичество, потому что это все политика. Все связано с политикой. И то, что они не пытаются даже решать вопросы, то, что они так вот издевательски к нам относятся, это все политика. Мы будем просить защиту политического убежища. Снимать 5 на 3 месяца, но мы будем потом видеть. И меня начало, как я начала. Я с этим позвала, позвали в комнату. Меня дадим. Я с этим позвала, я вся присутствующая. Я не дочь белого позвонить, потому что так же на жизнь она отец. Втроем просто без пуска подошли. Мы не нашли. Мы третий сейчас кликнем подошли. Сама долговая. Субтитры подогнал «Симон»